Чем ты занимаешься? Чего ты все разобрал? Приветствую всех на канале Бажаниты. Это Омская область. С вами я и ведущий Влад. Ну без женского любопытства тут никак не обойтись. Обязательно нужно знать, что я делаю, чем занимаюсь. Лежал бы на диване и отдыхал бы без проблем. Нет, нужно все узнать. Объясняю и для тебя и для остальных зрителей, чем я занимаюсь. Устанавливаю дополнительные фонари на автомашину Largus. Купил я еще и зимой, но потом посидел, погуглил, посмотрел, как это все это делается. На картинке все это легко и просто. Здесь в коробочке есть инструкция, что это как делается. Посмотрел, как это все меняет. Короче, это все это дело нужно делать в теплую погоду, когда температура должна быть не ниже 20 градусов. Почему? Потому что вот этот пластик, внутренняя обшивка, при низкой температуре становится очень хрупкой. Когда начинаешь ее разбирать, вот эти вот клипсочки, они начинают ломаться. Так что это дело лучше делать в теплую погоду. Другие, может, это проще, конечно, приехать в сервис, отдать, комплект вам там заменят. 600-800 рублей, не знаю, в разных регионах цены разные. У меня сервиса рядом нет, я это делаю сам. Посмотрю, как оно сделано и мне самому это интересно. Значит, рассказываю подробно. Значит, вот стояли штатные фонари. С той стороны я поменял, с этой стороны меняю. Так, вот машина белая. На белом вот эта вот пластмассовая заглушка, черная, смотрится очень контрастно. Ну, некрасиво. Я посидел, подумал, сам ее заменю. Сейчас ее сниму. Поставлю вот такие фонари. Для техники безопасности, особенно в городском режиме, это будет гораздо лучше. Почему? Потому что они стоят высоко и можно будет видеть не только свет перед тобой идущей машины, но и стоп-сигнал впереди идущей машины, за машиной. Можно успеть будет затормозить. Все здесь есть в комплекте. Так, вот что здесь нужно сделать. В общем, можно все это прочитать, все посмотреть, все доступно, все рассказано. Но тем не менее, есть определенные нюансы, на которые я обратил внимание. Одну сторону я уже поменял, сейчас я меняю другую. Так, где мой ключик? Где мой ключик? А, вот он ключик. Так, вот нюанс такой, когда отворачиваем вот эту заглушку, нужна головка на 10, а лучше торцевой ключик на 10. И вот здесь вот гаечка такая. Вот она, гаечка, ее вытащим. Она держит эту заглушку изнутри. Там есть специальная прорезь. И вот здесь гаечка такая. В общем, короче, вот на ключе на торцевом стоит магнит, чтобы не потерять эту гаечку, чтобы она не упала туда, в обшивку. Лучше всего взять магнит, ключик примагнитить, а потом уже гаечка уже свободно отпадет. Так будет лучше. Потом, значит, вот эту вот гайку, вот ее нужно будет... Вот этот болтик нужно будет открутить. Этим же ключом на 10. Вот этот вот болтик выкрутить. Купил я это дело все еще зимой, но лучше это, конечно, менять теплую погоду. Дождался тепла, но тут то дождь, то грязь. Короче, у нас в Сибири, какого? После 10 началось... Началось лето. Натуральное лето. Сегодня под 30. Тепло, хорошо. Можно заниматься ремонтом и всем остальным. Так, его сюда закрутить, вот этот вот болтик. Закручивать нужно без фанатизма вперед-назад, чтобы в пластмассе нарезалась резьба. У нас первый день жара. Появились пауты. Комары только, наверное, неделю как появились. Я буду делать и буду рассказывать. Сразу отвечу на комментарии некоторых моих, ну не подписчиков, а те, кто пожелал отписаться. Пишет мне, Артем Григорьев, кажется. Вообще, я считаю все комментарии, мне это интересно. Но отвечаю далеко не всем. Почему? Потому что тех, у кого нет профиля, а у кого нет профиля, неизвестно кто пишет. Если мне пишет там Вадим Рыбин, я ему всегда отвечу. Вадим, кстати, привет. Пишет Ваводица Кунева. Я его тоже знаю. У него есть профиль, у него канал. Я его знаю не только по его роликам, но и знаю в живую. Пишет мне с Новосибирска Андрей, кажется, если правильно имя запомнил. В компасе у него канал. Тоже здорово. Обязательно ему отвечу. А у кого нет профиля, открываешь. Кто написал, неизвестно. Под любым именем или ником может кто угодно зарегистрироваться. Обычно я не отвечу, но тут отвечу. И Мартем спрашивает меня, почему я не снимал животных, а снимаю, ну, по его мнению, всякую ерунду. Ну, я живу в деревне, а это общество. Консолидированное, сплоченное, где каждый знает друг друга. Я всегда постараюсь принимать участие в общественной жизни. В настоящий момент я принимаю участие в жизни вот таким вот образом. Хожу, снимаю все новости, происходящие события, значит, у нас в селе или у нас в районе. В основном у нас в районе я общаюсь со зрителями канала вживую. То есть люди меня смотрят, значит, потом меня видят, значит, и вживую, говорю, значит, просят, либо делают мне замечания, говорят, что мне снять. Человек мне сказал рассказать и показать мусорную реформу. Я, конечно, эту просьбу выполняю. Ну, сейчас один ролик я сделал и сделаю еще. Так. Почему я не снимал животных? Потому что мы живем в Сибири, и у нас весна наступила очень поздно. Это вот сегодня у нас тепло, хорошо, мы можем ходить раздетые. А там, где сидят у нас животные, находятся, коровы, такая грязь, такая грязь. И ничего сделать невозможно. Если будем мы показывать всю грязь, свинство и тому подобное, народу будет не понравиться, будет минусовать. И мало того, что я веду канал не для того, чтобы получать какие-то там копейки со вставляемыми в мои ролики рекламы, а для того, чтобы меня посмотрели мои родственники. Родственников как по материнской линии, как по отцовской, так же и родственники моей жены в других городах и других странах. Всем привет. В Италию тоже привет, в Германию и тому подобное. Даже они пусть не отписываются, но я знаю, что они смотрят, они передают. Потому что люди есть пенсионного возраста, бабушки, дедушки. Они не знают, как пользоваться интернетом, но они андроидом пользуются, смотрят, им интересно. Так, значит, буду сейчас менять, вставлять. Короче, вот это вот место я поменял. Теперь нужно вставить. А, вот такой еще момент. Производители вот этих дополнительных фонарей, предусмотрел вот такую проблему, что ты эту гаечку начинаешь вставлять во внутреннее отверстие, и она упадет, приходится искать другую гаечку. А гаечки не хватает, потому что, если гаечка должна быть вместе с шайбочкой, иначе открутится. В общем, производитель вместо вот этой гайки предусмотрел пластмассовый болт. Вот он, болт. Ну, по идее, это все правильно, все хорошо. Но здесь, в этом болту пластмассовом, нет резьбы. Получается, нужно его прижать и нарезать резьбу. В теплой погоде это получится, но не всегда. А лучше, в общем, когда начинаешь нарезать, можно вот в этом месте отломить. Ну, я подумал, что я буду резать резьбу. Я просто взял метчик по размеру, и вот в этом месте, в пластмассовом, нарезал резьбу. Это получается быстрее и надежнее, и легче потом прикрутить. Постановил я фонарь, ничего сложного. Звездочка. Три самореза. В общем, изнутри прикрутил вот этот пластмассовый болт. Теперь осталось присоединить провода. Здесь разъем есть. Что меня удивило на нашей российской машине, что вот этот вот разъем подсоединен и прикручен этими изолентой. Ну, видно, что специалист, конечно, прикручивал, но изолента, елки-палки. Ну, прикручено хорошо, конечно. Лучше, конечно, электрические провода подсоединить, ну, хотя бы как минимум, ну, вот на такие вот стекера. Ну, а есть такие зажимные, просто вставил, зажал. Вот, я прикручу на изоленту, конечно, очищу здесь все хорошо. Так, по цветам проводов. Черная – это масса, синий – это габарит. Я это проверю контрольной лампочкой и подсоединял. Когда здесь, это уже все проверено, уже работает. А желтый – это стоп-сигнал. Значит, здесь можно раскрутить в теплую погоду, хорошо раскручиваться. Я не знаю, как зимой, это зимой сложно, и потом изолента будет плохо держаться. Изоленту раскрутить, и в это место достаточно просто… Вот эти вот провода. Значит, маленько зачистить, конечно, побольше надо. Побольше надо зачистить, сантиметра по три. Эх ты елки, захочет. И накрутить. Ну, ладно, тут ничего особенного. Значит, Артем просил меня показать животных. Еще раз я объясню. Животные у нас в днем стадии, приходят поздно. Ну, как поздно. Восемь часов. Я постараюсь, конечно, снять, как утром мы их выгоняем, и как мы их загоняем. Как мы их доим снимать. Животных своих не стоит лучше показывать. Лесние глаза, обсуждение – это ни к чему. Нужно снимать будет, когда сухо. А сейчас у нас все затопило. Когда сухо снимем. Так ты скажи, что у нас все затопило. Да. Ну, вот второй, третий, второй день только начинается тепло. Ну, неизвестно, как тепло дует. Две недели дожди льют. Сейчас, раз я сначился, я просто расскажу, как мы чуть не потеряли нашу собаку. Суку Герну. Иди ко мне, моя умница. Иди ко мне. Короче, дело было так. Собака у нас одна сидит на сеновале, а эта сидит на задах, где у нас сидят коровы. Там, чтобы чужие коровы не ходили, люди посторонние не ходили, выполняют охранную функцию. Вот. Принесем ей жратву, поставим. Что за елка? Поставим, понюхает и не ест. Ну, я думаю, может, там у них собак бывает такой перерыв, что она то ест, то не ест. Отдыхает. Животок у нее. Не ест. Пришел, но не доело, я другой кабелю отдам. Тот все съедает. На следующий день принес, поставил, понюхал, опять не ест. На третий день у нас что-то подозрение. Мы к ней подходим. Значит, ну что-то она как-то что-то не то. Собака вялая. Отпустили ее. Она идет. Вот на меня показывает. А идет, ноги заплетаются, еле-еле. И что обратили внимание? У нее взгляд такой туманный. И обильное слюнотечение. На бешенство. Я знаю, что признаки бешенства. Может быть... Они у нас привиты. Да. Они, во-первых, привиты у нас. И слюнотечения. Ну не должно быть. А если бы у нее собака крыша поехала, она будет кидаться. Даже шавка, если они ее бешены. А это, ну просто, вялое ей все. Значит, она, это гладкошерстная у нас. Мы, значит, мы обрабатывали ее, значит, от блох, от всего. Здесь похолки капаем самими разными препаратами. Все это делаем. А получается, что она живет вместе с коровами. Коровы лежат, и она, значит, ложится между них. Коровы ее не трогают, и она тоже ее коров не трогает. А тут забили тревогу. Значит, позвонили в ветеринарку. Своего ветеринара нет. И сразу поехали в райцент с собакой. Привезли, ветрач посмотрела, все, значит, даже не заводили ее, она здесь возле машины посмотрела. Посмотрела ее, все, это клещ. Мы посмотрели, мы уже смотрели, не нашли клеща. У специалиста есть специалист со стажем. Сняли с нее ошейник, и под ошейником, я даже сейчас не знаю, где-то в таком месте, где она не может почесать, значит, ветрач сразу нашла клеща. Принесла, значит, такой клещедер, этого клеща она выдернула, и уже клещ такой уже крупный, ну, блин, наверное, с копейку величиной, уже насосался кровью. Хорошо ветрачи есть. Сразу она приняла меры, там наколола самых разных препаратов, и буквально за два часа, значит, у собаки появился прогресс. У нее перестало сразу слюнотечение, слюни бежать, значит, спала температура, нос у нее был горячий. Она начала пить, и начала уже более активно себя вести. Стала реагировать на пищу, и так, значит, но впоследствии вот этого, значит, клеща, какие были. Значит, у собаки заметно ухудшилось зрение. Сейчас-то вроде прошло, но мы препарат дали. Я сейчас даже не знаю, у меня жена этим занималась. Ну, можно, если кто спросит, я скажу, у ветврача спрошу, значит, покажу название препарата. У собаки, значит, подействовало на глаза. Она стала плохо видеть. Она вроде бы, подходишь метров за десять, она на тебя гавкает и пытается кинуться. Как только с ней заговорил, она тебя почувствовала, все она понимает, что это ты. Значит, покололи мы ей, покапали в глаза, это у нее прошло. Ладно, по поводу собаки я рассказал. Что будет по поводу коров или что-нибудь еще будет интересно. Я буду также рассказывать. Ключай габарит. А, еще что? Так, теперь тормоз. Отпускай.